Девушки отдыхают Так что он, ну дальние родственники, ладно Вот, где, так сказать, Игорь И расскажет вам все, что он думает и о пикапах И о, не путать с пикаперами А о пикаповодах Это важно, друзья Не путайте, пожалуйста, но это все завтра А сейчас у нас в гостях, как мы и обещали, Дмитрий Петрович Бак Добрый день Однажды Представить полностью, директор Государственного литературного музея Вы-то знакомы, слушатель или нет Заведующий кафедрой русской литературы Новейшего времени РГГУ, все правильно? Все абсолютно верно И однажды Дмитрий Петрович был у нас и рассказывал О русской литературе О становлении ее Как выяснилось, не без, как бы сказать Не без участия, так сказать, осмысленного, осознанного человеческого фактора Да, конечно, ее сделали конкретные люди Конкретные люди с конкретной идеей Вот это совершенно потрясающее было открытие А сегодня мы хотели бы Вот о чем поговорить, Дмитрий Петрович Сегодня же годовщина И тут тоже, так сказать, отречение или отлучение? Ну, это сложный вопрос Мы про права Николаевича Толстого И все-таки А вот вы к чему сказали? Ну, вы бы, как сказали, не задумываясь, если бы О тречении или отлучении? Чего там было больше? И то, и другое И то, и другое было Потому что акт официальный составил в том, что Вот Священный Синод издал это заменитое заявление Да, согласно которому Там, хотя, сложное очень дело юридически Да, об этом надо у Павла Басинского читать Вот Кстати, отличная книга Отличная книжка Павел Валерьевич Басинский Лев Толстой «Бегство из рая» Это удивительная книга Мой давний друг, замечательный филолог и журналист Басинский любит позднего Толстого Это непростое дело Это дело непростое Потому что Лев Николаевич поздних лет Это человек очень непростой в общении И поэтому-то это не только отлучение Но и отречение Потому что у Толстого есть тексты Где он говорит о церкви как институции С яростью и с абсолютным неприятием Впрочем, он не только о церкви говорит так И о суде, например А роман «Воскресенье» все читали И это удивительное такое обвинение в адрес суда То есть никакие традиционные установления государственные Не могут, не имеют права на существование Я-то вообще думаю, что три человека в России говорили примерно одно и то же Это очень неожиданный ряд вам покажется Это Толстой, Ленин и Маяковский Вот все они говорили примерно одно и то же А именно, про церковь? Про церковь легко поверить Нет, в принципе, да? Потому что вот этот слом культуры, который произошел на рубеже веков Он рождал разные эмоции, конечно Да, футуристы говорили, что надо сбросить с прохода современности Пушкина и Достоевского А Толстого не случайно в этом ряду нет Вот, то есть прежнее искусство не может существовать Потому что оно отжило свой век Какое искусство, когда голодает мир и лежит во зле, да? Искусство, понятно, каким-то избранным людям Ну, нам с вами, например, которые там чему-то учились Которые сыты Сыты, да, у них есть время учиться, воспринимать А искусство невозможно Ну, Ленин, понятно, что говорил, что старый мир невозможен Потому что несправедливости Надо, наконец, все уравнять То есть казаков расказачить Попов расстрелять Крестьян в колхозы Дворян выслать Ну, мы знаем, что из этого вышло Но пафос был тот же И пафос позитивный, справедливый Ну, как не отреагировать так на несовершенство мира? Ну, и Толстой говорит то же самое, по сути дела Ведь 80-е, 90-е годы Это время трактатов Это время, когда Лев Николаевич Ну, вот, крупных романов не создает Воскресенье исключение Но текст был опубликован за пределами России Он никогда бы не мог быть опубликован полностью По цензурным условиям А Толстой пишет целый ряд трактатов Где он нападает не только на церковь Это мне напоминает Маяковского Помните, как четыре эпиграфа к облаку в штанах Долой вашу любовь, долой ваш брак, долой вашу религию Вот Толстой провозглашает то же самое А причины? Причины этого радикализма? Ну, они вполне понятны Выискание внутренней каких-то Они за пределами толстовской души Толстовского сознания Потому что, ну, мы знаем, что в это время Очень многими владеет страсть к обновлению Ну, поиски Третьего Завета Богоискатели и богостроители В России существуют Они думают, что формы традиционной религии отжили Ну, сейчас то же самое происходит Что вокруг отречения Папы Формы традиционной религии отжили Смотри, это два А вот один я хотел вернуться Они превратились в ритуал Ритуал? Неохваженный ритуал Да Вспомните то, что вы сказали несколько минут назад Значит, там было Ленин, Маяковский и Толстой Сейчас про религии Про что вы еще говорили? Да, они вообще не... Сорвалось у меня Они считали, что многие формы жизни застыли Искусство, любовь Справедливость Вы сказали слово «справедливость» Да, старый мир несправедлив Вот сейчас вот Мы тут беседовали Все у нас с другой стороны заходим Беседовали с политологом И говорили с ним О нынешнем политическом, так сказать Дискурсе России Вот о чем В каком направлении И пришли к выводу Что после того, как надо наесться Вот сейчас мы начнем Хотя сейчас губы вытрем Наши, так сказать Масляные И будем искать справедливости Опять, видите, как Ну, так сказать То ли виток прошел То ли это регулярно С людьми происходит Ну, не только с людьми А и с социумом Происходят такие вещи Конечно Справедливость Понятие очень сложное Нельзя его понимать упрощенно Но Я бы, если можно Кратко сказать О тех причинах Которые не только К внешним обстоятельствам Отсылают Но и к самому Толстому Толстой же с юности таков Да, он За это я его бесконечно люблю Это человек Который вечно идет поперек Ну, например Его первый роман Не все помнят какой В 59-м году он публикует Роман «Семейное счастье» Через «И» Это такая пред Анна Каренина Это роман о том Как женщина уходит от мужа И тот с ней как-то переписывается И какие муки она испытывает А в этом же году Публиковано «Дворянское гнездо» Обломов То есть актуальные вещи Социальные Вот можно ли лениться Или надо там Приближать реформу крепостного права Да, там Отмена крепостного права Либо «Дворянское гнездо» Та же история То есть все говорят о социальном Толстой в это время говорит, что Если бы я издавал журнал То я бы его назвал Несовременник Ага Потому что 99% В ваш адрес И в мой Я тоже информационник 99,9% Того, что говорят журналисты То, что они обсуждают Это ложь и пустословие Говорит Толстой То есть Толстой С юных лет Говорит, что Есть базовые Фундаментальные ценности И Они же вечные Они вечные Ну и даже конкретнее Ну есть же система взглядов Жан-Жека Руссо Который говорит, что Цивилизация человека портит Чем нам удобнее Банальные мысли Чем нам удобнее Комфортнее Ведь ты этого достойно Намажься этой мазью Там купи новый айфон Тем мы тупее Тем мы дальше Отдаляемся от природы От своей естественной Мы ленивее скорее, чем тупее Леность, я имею ввиду В расширительном смысле Мы отдаляемся от своей природы Наша природа загублена Прогрессом и технологиями Как сейчас понятно Толстой о технологиях не думал Но Я люблю приводить три примера Ну что надо было человеку Не замерзнуть Поэтому одежда Какие-то шкуры Во что это сейчас вылилось Модные дома Бог ты мой Уже шубы носят, когда тепло Того ли человеку нужно Просто защититься от холода Конечно нет Но это тоже часть нашей природы Она просто несовершенна изначально, видимо Ну, Толстой думает Что все-таки Первоначальные потребности Самые, что ни на есть, насущные Вторая Это там Не умереть с голоду Да, ну просто нужно утолить голод Во что это вылилось Мы понимаем Какие-то там нюансы кухни Тайская Нет, вчера у нас был здесь Ресторатор Эксперт Ресторанный критик Айна Николаева Мы вчера об этом говорили Ресторанный критик Чтобы в неолите был ресторанный критик Да Толстой бы просто За одно такое слово Убил бы Убил бы, да Суковатый палк Ни Анну Николаеву ни в чем не виноват Просто топтал бы босой ногой Да, ну и наконец размножение Да, инстинкт продолжения рода Тоже важная вещь базовая Но что тут накручено Я уже даже не буду упомянуть Не надо, мы часто слишком упоминаем В нашей программе Да, давайте сейчас приезжаем У нас Дмитрий Бак в гостях Директор Государственного литературного музея Завкафедры русской литературы Новейшего времени РГГУ Мы, так сказать, приурочили Нашу сегодняшнюю встречу К 112-летию В 1901-м это было? Да В 1901-м 112-летию отлучения Слэш-отречения Льва Николаевича Толстого От русской православной церкви Ну, если продолжать Извини, что я тебя перебью Если продолжать эту дальше Цепочку, которую мы сейчас перечисляли То какой я должен вывод сделать Почему Толстой отрекся И его отрекли от церкви То есть он понял, что она фальшива Точно так же, что она не нужна Ну, как вам сказать Это же вечная проблема Не только русской православной церкви Но вообще Противоречие между Двумя способами Общения с Богом Непосредственно Человека верующего И Господа Или через Через посредника Через посредника Да, через какой-то институт А церковь в это время До восстановления патриаршества Это просто Ну, как бы сейчас мы сказали Госструктура Это святейший сенод И прокурор Генерального Святейшего сенода Это Ну, госчиновник Условно говоря И это мнение не новое Толстой тут Высказывает Вполне Ясное Мнение О том, что это ложный посредник Протестанты вообще Переступают через это Как известно Но Как понимать церковь Лона церкви Церковь это не организация Это не набор Чиновников Хозяйствующих субъектов Зданий, храмов И там Способов деятельности А соборная церковь Которая упоминается В символе веры Это лона коллективная В котором существуют Все верующие Она не сводится Никаким Обрядом И в общем Это проблема человека Я бы так сказал Как относиться К таинствам церкви Таинство это Или обряды Безусловно Ну, от того, что Ну, как думают Атеисты о христианах Что хорошо вам, дескать Согрешил Покаялся там И сразу все готовы Ну, все нормально Вот, все Но покаяться надо еще уметь Это же не просто сказать Я покаялся В том-то и дело А вот те, кто не мокаются Известный разбойник На кресте Висевший рядом Успел же Хотя явно не был профессионалов В раскаянии В покаянии Ну, и до последнего момента Когда Толстой умирал На станции Остапова Ну, были же Очень ясная интрига была В том Все-таки Примет ли он причастие И Ну, и все Ну, да Соборования И так далее Перед смертью Это Был такой сюжет За которым следила вся Россия Были бюллетени О его здоровье Это же удивительный Удивительный момент Я даже не знаю Не могу подобрать аналогов Я понимаю, что Опять же упомянут Вами Ленин Когда бюллетени О здоровье Висели на каждой двери Ну, да Ну, понятно Ленин Сталин Да То, что вызвало Искренний интерес Пожалуй, и все Ну, так просветите Не сведущего Так и осталось Это тайной Принял ли Нет, вроде бы нет Я боюсь тут соврать Я не специалист Я не толстовед Я просто очень А почему-то это осталось Так сказать То есть Мне кажется Сколько не было Трожествующего Какого-то Ну, я не знаю Клича То, наверное Нет-нет-нет Ну, Толстой, конечно Умер вне луноцеркви И поэтому И юбилей Он, на мой взгляд Праздновал Не юбилей Как это правильно сказать Круглая дата Со дня ухода Из жизни Да, это нельзя Назвать юбилеем Вот Но Эта дата Как-то Все-таки Прошла Так достаточно Тускло Просто потому Что Толстой Очень Получается Он слишком великий Слушайте Он слишком великий Нет, ну Была же поговорка Что в России два царя Николай II Или в Толстой Ничего не хочу сказать Против В государе императора Но Толстой По своему влиянию По своей притягательности По Своей роли Как лидера мнения Как сейчас бы мы сказали Огромное значение Имел для России Это просто был Человек Которому шли Как на поклон И это, кстати То ли Гордыня Да, это можно Так истолковать Потому что Ну, не створи себе кумира Нельзя на себя Вроде бы Эти функции брать Мы помним Братья Карамазова Достоевского Где Зосима Обвиняется В том же грехе Да, превышение Какой-то функции И поэтому Он провонял То есть у него Не было Благовония После его смерти То ли это Такой душевный Духовный подвиг Толстой герой Но его геройство Его цельность Его натуры Зачастую казалось тем Кто рядом с ним Чем-то невыносимым Но он же Как он До чего он доводил Свою семью Он их планировал Лишать наследства Гонораров Да, это же страшно Драматическая история Потому что Да, Толстой не теоретик Вот, что его как-то спасает В моих глазах И в глазах очень многих Он не доктринер Который там Выстраивает какие-то Системы А он сам пытается Так жить Он действительно Пытается Сказать Что вот те Кто соблюдают обряды Еще вовсе не значит Что они во что-то веруют Да Толстой же пишет Четверое Евангелие Он по-новому Согласует Четыре Евангелия То есть это По сути дела Ну такой апокрифический Или даже еретический акт Страшный Это мало кому Приходит в голову В новое время Просто сказать Что Евангелие Неправильное А нужно писать новое Поэтому В этом Всегда есть две стороны И реакция церкви Но она закономерна Естественно Абсолютно А какова реакция Толстого Кстати была Вот реакция церкви Хорошо Совершенно закономерна Как отнесся Ко всему этому Лев Николаевич Что-то его задело Это его вообще Хоть как-то трогало Нет Ну конечно Конечно Потому что он был Извините У него уже был Период в жизни Когда он был очень Ну я не знаю Как насчет религиоз Но с большим интересом И с большим вниманием Относился И к церкви И к обрядам И так далее Ну да Но этот период В общем Скорее закончился Вот в 79 80 81 годах Когда он написал Свой знаменитый трактат После Анны Карениной Да Знаменитый трактат Исповедь И нащипал себе Такие зоны Самосознания Которые не подлежат Всем этим формам Толстой Это гений Уединенного сознания Это человек Который Десятилетия Находился наедине С собой Дневники его почитать Это удивительное дело И он открывает Один из нескольких Гениев русских Открывает Уединенное сознание То есть это сознание Которое вроде бы Не регулируется Никакими внешними условиями Из этого Очень разные Что-то похоже На медитацию Что-то такое Ну в каком-то смысле Да И мы знаем его Симпатия К восточным учениям Но из этого Были разные Следования Ницше например Примерно тоже Открывает Или Керкегор Но у Ницше Это вливается Просто в прямой бунт Да И в констатацию Того что небеса пусты Толстой Так прямо Не богохульствует Вот это важно То есть он Еретик Но не богохульник Как я Смею думать Каких причин Не богохульствует Не знаю Социальных Общественных Или просто Он признает Все-таки Духом Он же размышляет У него не было задачи Как у наших Вот Мне кажется Хороший образ Извините Что я опять К современности К этой самой К презренной Современности У него не было задачи Как у русского интеллигента Помните То что Юрий говорил Прийти в церковь И сделать ее лучше Для него это был Плод его Собственных размышлений Метаний Мучений нравственных И каких-то выводов Я думаю так Не совсем так Почему Не прийти в церковь Сделать ее лучше А улучшить общение Отдельного человека Со сверхсознанием Господь Это В разных Это что-то Что все видит А Толстой Ну как мне кажется Я еще раз оговариваюсь Что я Кто я И кто Толстой Говорю только то Что мне кажется Но мне кажется Что вот прямо Бунта Против Господа У него нет У него есть Именно Бунт И недовольство Застывшими Клишированными Ничего не значащими Формами И формулами Общения Которые соединяют Отдельного человека С чем-то общим С современными И доступными тогда Средствами коммуникации Ну церковь Это не совсем Комуникация Ну да Понятно что Скажем Императорский указ О Великой Реформе Прочли по церквам Неграмотный народ Ну да Мог только там Не в этом смысле Коммуникации конечно Это единственный В этом смысле Коммуникации Нет Газет Леша имел ввиду Коммуникации видимо С Богом Конечно Ну это просто не очень Вульгарно довольно Называть коммуникацией Ну не очень точно Но почему нет Это общение Да Ведь действительно Если верить Что Что Миропомазание Соборование Исповедь Брак Что это не обряды А таинства А так и есть С точки зрения Церкви Строго да Да Что это не просто Формальный акт Росписи в какой-то Книжечке Там Сойдите с ковра Как в советском фильме Говорили Бракосочетание Это есть Соединение Мужа и жены Во единую плоть И так далее Да Тогда все на месте Но Слово Таинство Достаточно Ну достаточно Точное Оно все Все оттенки Этого дела Передает Это Таинство А не обряд Понимаете Вот в Ане Каренина Есть замечательная Моя любимая сцена Когда Стива Облонский Думает Что виной его ссоры С женой Глупая улыбка Он изменил ей Но по-прежнему и любит Для него это Ровно ничего не значит Он приходит к детишкам Все замечательно Все прекрасно И когда видит Эта искаженная Злоба И ярость И горем Лицо жены Он говорит Всему виной Это глупая улыбка Он говорит А что ты собственно Ничего же не произошло Я тебя люблю Ну подумаешь Да То есть Толстой Очень много размышляет О том Как соотносится Духовное и телесное Ведь у всех наших Духовных движений Есть телесная сторона Любовь Страх Ненависть Там это все Гормоны Жидкости Электрические сигналы Мышцы Давайте сейчас на новости Ладно и вернемся Окей Посерьезнее друзья Продолжаем разговор Дмитрий Бак у нас в гостях Сегодня директор Государственного литературного музея Заведующий кафедрой Русской литературы Новейшего времени РГГУ А вот интересно А это уже Это еще попадает В литературу Новейшего времени Нет Конечно нет А что вы только По Пелевинам Сороки Ну грубо говоря Да Новейшее время В истории Это 20 век Ну понятно И Толстой поздний Попал бы А Ну вот Мы в истории литературы Под этим подразумеваем Лет 40 последних Не больше Ну понятно Хотя Слушайте Вот более Такого Широкого диапазона Чем за последние лет 40 Куда попали И такие Ну как бы Классические Такие монументальные Тяжеловесные Советские Классики И вот упомянутые Сорокин Пелевин И антисоветские И антисоветские Вот этот диапазончик Вообще Конечно достался Такое сложное время И главное Это не только диапазон А главное То что ничего Тут не понятно Нет никаких Горных вершин Которые спят И общего Вот опять же Извините И общего Что называется Дискурса Ну да Да Непонятно совсем Кто останется Кто велик Кто невелик Вам непонятно разве еще Наверняка у вас Какая-то маленькая чуйка То есть Нет Ну Солженицын Понятно останется Солженицын уже остался Уже остался Да Тут вариантов нет Но Солженицын все-таки Родился в 18-м году Поэтому Платонов остался Платонов тоже Давно-давно Ну да В 51-м Если я не ошибаюсь Умер А Ричто 40 лет Ну ладно Но там это кстати Проще так сейчас Придумать и вспомнить Потому что уже понятно Кто примерно остался Время прошло А вот из тех Кто сейчас Конечно спрогнозирует Мне кажется Так глубоко Как Солженицын Поэтому мы не будем Этим заниматься Но другое дело Что любая эпоха литературы Такова Да И в пушкинское время Не всегда и не всем Было понятно Что Пушкин останется Вот А в толстовское время Вот во-первых Насколько уместно Назвать его временем Толстого или Толстовским Уже было При жизни было очевидно Это конечно время Толстого Да это очевидно Потому что Толстой Это ведь Тексты плюс поведение Это тексты плюс масштаб личности А масштаб личности Его таков Что рядом Мало кого в России Можно поставить Безусловно А вообще Время в литературе Сложное И Вот 20 лет Примерно назад За 20 лет До Конца столетия Было паническое настроение Потому что Один за другим Из жизни ушли Там Тургенев Вончаров Фетт Тургенев В 83-м Там Достоевский В 81-м Ну не будем Грузить датами Но полное ощущение Что вот Великая русская литература Больше нет А те Кто Составит славу Русской литературы Потом Они только-только Начинают И такое Мелкотемье Потапенко Ясинский Вот такие авторы Популярные Мы их не очень знаем Некоторых знаем больше Как Теффи Например Да Но это Примерно такое же Как наше Не случайно Это начало столетия Не конец столетия А начало столетия Дебют Вот сейчас Такое же время В литературе Как мне кажется То есть В начале 20-го Нет В начале 20-го века Совершенно очевидно Было Что вот Как мы сейчас Про Солженицын Но про живого Ища Толстого Графа Толстого Уже было понятно Что это человек История А потому К нему Со всей стороны Действительно То что описано Очень подробно Очень интересно У того же Басинского Как и какие люди К нему приходили И между прочим Отнюдь вот Не в соответствии С известными Харсоновскими анекдотами Он значит Малышей там До смерти загладит Какого-то Суковатой палкой Нет Он на самом деле Очень такой был Он же был Как бы сказать Не знаю Правильное слово Он пытался быть Справедливым И это была такая Суровость Соследования Справедливости Очень живой человек Живой Живой Ну и мог себе позволить Отреагировать Ну как бы То жестко То восхититься То еще как-то Ну вот я хотел Спросить Мне кажется Может быть такое Различие с церковью Как раз Потому что Церковь мне кажется Людей любит А Толстой любил Людей Он человека любил Вот когда к нему Человек приходил Со своими Какими-то ошибками То есть оно В первую очередь Любил Безусловно Человек Толстой Ну мне кажется Ну он не судил Он не ставил себя В положение пророка Еще раз сказал Он не теоретик Понимаете Тот кто судит Тот себя выносит За скобки Как великий инквизитор Да он Сжигает того Кого считают ведьмой И говорит Я тебя спасаю Правда тебе больно Я тебя сейчас сожгу Но это тебе лучше Толстой в такую позу Никогда не становился Человек который Все опыты ставил На себе Как хирург Как Академик Павлов Как Академик Павлов Как Александр Александрович Богданов Который умер Знаменитый литератор И А люди к нему ехали К Толстому Зачем Узнать какую-то истину Кто зачем Кто-то тупо за деньгами Кто зачем Правда 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 Ну это тоже было Да Но Толстой ведь носитель Особой правды Вокруг него Очень разные люди Очень часто связанные С разными толками Сектантства Да Сектанты это Те же протестанты Которые ищут Протестанты не в смысле Протестантизма А те же кто протестуют Те самые люди Которые протестуют Против Таких устоявшихся Клишированных форм Общения В поиске они Да Да А что для нас сейчас Вот для русских У нас еще есть Толстой Сейчас Вот сейчас Кто сейчас Толстой Нет Что сейчас Толстой Толстой Непререкаемый Авторитет Для кого Для всех Вы знаете Вот такая вещь Вот вы помните Кто изобрел телевизор На вскидку Раз Есть разные версии Он уехал в Штаты На Зе фамилии Да правильно Зворыкин Зворыкин Но если вы даже Я Спасибо Бог Вас не экзаменовал Но может кто-то не помнит От этого что-то меняется Если кто-то не помнит Что Зворыкин Телевизор у нас есть Если вы об этом Да А у нас будет И его изобрел Зворыкин Даже если мы этого не знаем Да Я не знаю Как там идет звук Я не знаю Как идет сигнал Как пел Гремещиков Есть у нас такая песня Давай в конце часа Поставим По заказу Дмитрия Бака Да Ну не пойте Мы с вами поставим Отлично Так Там номер телефона 212-8506 212-8506 Совершенно верно Да Вот Так я к тому говорю Что я не знаю Как там идет сигнал Почему футбол вчера идет Где он там шел в Англии Да Вот Вот вы широких интересов Да филолог А за кого Что вы Я не мог оторваться За кого болели Шикарная игра Посмотреть Я против испанцев И южного футбола Я всегда за северный футбол За англогерманский Земной вам поклон Я же конечно От мастера в прошлом По футболу Вы человек с хорошим вкусом Вот вся проблема Жалко вчера Барселона Это просто антифутбол Пусть меня убьют Барселона да Антифутбол Ну я этого просто Не могу смотреть Все равно что Собрали 5 Сергеев бубок Да И вот они прыгают Нет Здесь я могу На 6 метров Я могу с вами поспорить А я не прыгну Ну и что Это мне кажется Как раз английский футбол Собрали 5 Сергеев бубок А Барселона Вырастила своих Английский Атлетичный мужской футбол Но они собраны Со всего мира И он непредсказуем Атлетичный мужской игрок Понимаете Я могу во дворе смотреть Как мужики играют Это интереснее будет Это интереснее Это какой-то спорт И там азарты есть реальные А здесь они собрали Друзья Здесь это же вершина Достижения Селекции Лучшая команда всех времен Давайте я так-то расскажу Дмитрий Бак у нас сегодня в гостях Директор Государственного литературного музея Завкафедра русской литературы Нашего времени РГГУ Гений широкого профиля Спасибо Но я вернусь Это был самый неожиданный переход У нас с темы на тему Я не уверен Но неважно Давайте мы вернемся каллигоре Я вернусь к этой мысли Да я не уверен Что в Манчестере играют Я смотрю И все говорят Да играют Я не знаю Как идет сигнал Но от этого телевизор Не перестает работать То есть от того Что некоторые люди Не понимают Что Толстой Непоколебленный авторитет Ничего не меняется Толстой пишет про нас Что Почему войну и мир Можно читать с любого места Потому что Толстой пишет Как сочетается Мелкая моторика Обычные наши движения И главное в нашей жизни Ну например Николай Ростов играет В карты с Долоховым И видит Что карты Руки Долохова Тасует карты Раздает Он говорит Как так получается Что движение рук А я теряю честь и состояние Да Это про нас Поймайте себя Я то в метро еду То в автомобиле В пробке стою Как сейчас еле добрался до вас То суп ем То вообще черт знает чем занимаюсь А потом спросишь себя А жизнь-то твоя идет Есть какие-то этапы Есть А где они Как их поймать Толстой Толстой Это лекарство Это прививка От суеты Прививка От превращения В функцию От айфона Или айпада Как и Вообще литература А прививка Всего лишь в чтении Да Надо просто Людей Популяцию людей Которые прочли От корки до корки Войну и мир Выделить И наделить их Нагрудным знаком Там не знаю каким Патриот России А я бы еще хотел Чтобы быть государственной должностью Ну должности не уверен Ну бог Надо просто Климон на левом плечи Кто прочел Не из-под палки А по-настоящему Вот он этот Не клиповый формат Совершенно Несоизмеримый С нашей жизнью Да Где все мелькает Мелькает Где у меня там в кармане Сейчас телефон звонит А я думаю Что надо отзвонить А на экране вижу Какие другие новости Вот кто это прочел Тот другой человек У него другие усики Выросли Да Это просто другой Биологический вид Толстой наша прививка Вот бессмыслица Юретик он или нет Неважно Понимаем Мало же читают Мало же читают Сейчас Толстого Ну как вам сказать Не успевают Процент чтения Процент читающих По отношению К проценту не читающих Это величина Более или менее постоянная Такая же величина Количество пишущих стихий Да Это даже кто-то высчитывает Поэтому Генофонд Ну нации Простите за этот пафос Он У меня просто знаете Какое ощущение Оно такое довольно обидное Я счастлив буду ошибиться Вот мы Так сказать Мы привычно К себе так сказать У себя за спиной Размещаем портреты Там Достоевского Толстого Юрия Гагарина Там Маршала Жукова Великой Отечественной войны Типа вот мы Наши достижения Вот мы смогли Мы написали Мы гений А у меня есть ощущение Что связь времен Она вот в этом смысле Тоже порвалась Почему? Наш ли он? Вот я и пытаюсь Говорю Толстой? Ну да Конечно наш Наши нынешних Наши Ну это русский человек Это Ну русский Я имею ввиду Не этничность какую-то Нет Это понятно То ли просто Современный русский Современный русский Имеет хоть какое-то отношение К тому русскому Вот который Вы знаете И русским Которым Толстого Дали миру Другой Равновеликий ему автор Достоевский Если прямолинейно Не знаю ничего России Прочитать Братьев Карамазовых То не захочется Приехать в Россию Да Это верно А что он от этого Не русский человек что ли Толстой русский человек В том смысле Что он идет до предела Да Сойдите На дальней станции Сойду Сойдите с поезда И войдите в какую-нибудь деревню Да вы увидите тех людей Которых описывает Толстый Нет На самом деле Я все понял Я твой вопрос Даже по-другому Немножко понял Потому что мы действительно Не помним Вот той России Потому что у нас была Как помнишь Man in Black вспышка Когда все забывали Вот у нас эта вспышка На 70 лет была Я вчера смотрел Я же вам рассказывал Я же не фигура речи Мне стыдно в этом признаться Я вчера смотрел Или поздно вчера Ну Каренину И там абсолютно Вот эти вот притомные Театральные Ну какие-то прямо искусственные Вам не понравилось, да? Нет, еще сейчас Нет, я про другое Другое Как они сидят на веранде Обедают, например А потом детишки У этих белых панталончиков Побежали по этому зеленому лугу Я сижу И у меня сердце сжимается Думаю, блин Вот как бы я хотел Чтобы я был продолжением Вот этой же традиции Чтобы ты вспомнил Как у тебя в детстве такое было А дача есть у вас? Да А как там вечерками Вы что делаете? Ну все равно Он не знает Он по наитию Я сижу Выпиваю Выкуриваю Я сжаливаю Я не говорю, правда Но то же самое Это все равно не то Ну согласитесь Почему? Потому что мы делаем это по наитию Мы не видели Нам отцы и матери наши Не смогли это привить Это благородство Есть такой ирландский И мировой писатель Джеймс Джойс Простите Да Который написал своего улица Ему говорят Какого же лешего Вы вот эту самую Такую флиртующую девушку По имени Марион Отортесляете с пенелопой Да Он говорит Что только такая пенелопа Которая там распускает палатно Ждет мужа Там отвергает женихов А эта такая Белишка перебирает И там вспоминает Каких-то своих Эти самых Поклонников Так дело-то в том Что миф исконный Он продолжается Там где изменяется Да Вот только там Где традиция нарушается Она продолжается Христос то же самое сказал В точке излома только То есть продолжение Он вкушал в субботу С точки зрения В субботу С точки зрения фарисеев Это страшное нарушение Ну понятно Но только там Она продолжается Не застывая Да Вот там где она застывает Там где меня учат Из-под палки Быть патриотом Там и так далее Тогда мы понимаем Что это чушь полная Патриотом надо быть Ну чушь говорить Но прописывать это В подзаконном акте Но не надо учить Родину любить Ну да Не надо учить Родину любить Так и здесь Толстой Это наша А кстати Вот вы задали мне вопрос А я вам его в ответ А вам Анна Каренина как? Наша Соловьевская В смысле кино? Кино Ну Не роман Я напрягся Потому что Анна Каренина как текст Это моя любимая книжка Может быть Одна из самых любимых Знаете что нет Не буду сейчас задать вопрос Нам сейчас придется прерваться На одну минуту Я понял А потом я задам еще раз вопрос А вы на него ответите Хорошо Шикарную смс Успею прочитать Я действительно прочитал Войну и мир Весь Орден мне не нужен Сует на это Отлично А нам сейчас Дмитрий Бак Рассказал филологическую шутку Ну вы знаете Мы вам не сможем ее пересказать Не проболтаемся Не-не-не Ни в коем случае Я так сказать Куаном намекну Русским народным Куаном Значит точно не помню Но суть такова А я Д'Артаньян В общем И вот шутка была Такого же типа Но другая Догадались? Хорошо Значит продолжаем беседу С Дмитрием Баком Как вам постановка Сергея Соловьева Анны Карениной Вы знаете Ну поскольку у меня Особое отношение к роману Именно к этому То Я заведомо Ревниво Плохо И неправильно Отношусь Ко всем попыткам К любым К любым Слишком влюблены в роман Ну я не влюблен в роман Понимаете Я просто считаю Что Мы все Внутри этого романа Потому что В отличие От войны и мира Там нет никакой подпорки Война и мир Там мировые садьбы Те наполеоновские войны Освобождение России Тут ничего нет Баба от мужика сбежала Да Ничего нет Это бульварная Казалось бы История Абсолютно вне времена И вы посмотрите Вы посмотрите Что он делает Да Это просто Роман Внутри которого Я например живу Не он Лежит у меня на столе А я живу Внутри этого текста Поэтому бессмысленно Вам любая попытка Хотя мне кажется Левс это сделает Максимально деликатно С большим количеством И явно Это было изначально С большим количеством Текста оригинального Ну пожалуй да И очень Сначала я смотрел И думаю Как тут немножко Слишком пошкольным Слишком детально Слишком подробно А потом думаю Вот если бы я в школе Например Когда ненависть Это увидел Это увидел Я бы наверное Все таки сильно Был лёг Там же все на деталях Там все на деталях Как Алексей Александрович Каренин Мой любимый персонаж Я уже кажется У вас в эфире Это говорил Муж Анны Аркадьевны Он помните Говорил Сколько я перестрадал Он думал развестись Ну как же Ты моя жена И он не может выговорить Это слово Он говорит Белестрадал Там все на деталях Поэтому Только так и нужно Его вставить Пришла хорошая смс Сейчас Вот Из Томской области Спросите мнение гостя О возможности появления В России личности Подобной Толстому И какие последствия Это таит Я капельку Позвольте перефразировать Были какие-то объективные Ну так сказать Появление Толстого Россия Как бы Она им разродилась Ну конечно В каком-то смысле Толстой Детя своего времени Потому что Как и Пушкин Как и многие Великие русские писатели В России именно Он Такое мерило времени Но Можно О русской культуре Судить по такому признаку Пушкина хвалят Или Или ругают Да Вот До 26 года Ругают После 26 хвалят Писарев снова ругает Потом памятник ставят Потом Снова ругают Ходосевич защищает Советское время Ну и так далее Вот так же и Толстой Конечно Это такое Мерило Человек Который живет рядом Но ставит абсолютные задачи Ну Святой тоже так поступает Толстой вовсе не святой А наоборот Это такое Мерило Это абсолютный Маяк На радиомаяк Я не случайно Об этом говорю Да Который Ставит Своей задачей Идти поперек Традиции Идти поперек Общепринятого Взрывать То что Застыло И в этом смысле Он абсолютно Абсолютно Дитя времени Но других таких гениев нет Нет В русской культуре нет Ну Как сказать Под конец жизни Многие русские писатели Думали Приходили к убеждению В том что литература Это в общем Что-то наносное Главное проповедовать Гоголь например Его книга Выбранные места С перепиской С друзьями За которую все его Осудили и сочли Сумасшедшим Да Или Лесков С циклом о праведниках Или Толстой конечно Они все перечеркнули Своё литературное Творчество конечно В этом смысле Он не одинок Но В рамках традиции Русской Вы еще сказали Про равновеликость Ему Достоевску Но как писателя А как Даже не хочу говорить Слово персонаж Поганая А как персона Как человек Как личность Вы знаете Вот когда-то Кажется У Лидии Корниевны Чаковской Есть анкета Ахматова Если я не ошибаюсь У каждого человека есть Можно описать человека Когда он выберет Из четырех пар Чай, кофе Собака, кошка Толстой, Достоевский И Пастернак, Мандельштам Ну Вот такая анкета И мой выбор Толстой Конечно Между чаем, Пастернаком И всем остальным Дмитрий Бак выбирает Толстого Все Спасибо огромное Друзья В завершении Впервые в истории Мы по заявке гостя Ставим песню Вы узнаете ее Дмитрий Бак Директор государственного Литературного музея Сегодня был с нами Заведующий Кафтор русской литературы Новейшего времени РГГУ Спасибо Спасибо вам Редактор субтитров А.Семкин